Смотришь на это все и удивляешься, вот как это вообще работало. Он может себе, например, позволить отдых в Буковеле. Кто недорабатывает, я спрашиваю. Я только могу предполагать, чем решилась ситуация, появится свой Акрополь. Привет, это я, Андрей Богданович, это Мой Погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. Это моя личная точка зрения. Поехали, на этой неделе Кировоградщина самая любвеобильная в Украине, но айтишники не любят Кропивницкий. Кияшка чистит гныдники после Цапюка, а Цапюк отдыхает, как Зеленский. Несостоявшийся губернатор Кировоградской области скандалит с Устиновкой. Новые города могут появиться на Кировоградщине за отопление в течение полугода 28 гривен. Как это сделать? У Кропивницкого может появиться город по братьям в Турции и полиция охотится на дрифтеров и охраняет чьи-то дрова. Как видите, новостей было много на этой неделе. Первая, это для меня, конечно, показательная ситуация с урановыми шахтами на Кировоградщине. В конце прошлого года шахтеры бастовали. Тогда правительство типа решило проблему, но оказалось нифига. Ингульская, Смоленская, Новоконстантиновская шахты снова на грани протеста. И проблема одна и та же, это заработная плата. На этот раз Энергоатом не платит деньги шахтерам. А я напомню, что Энергоатом это государственное предприятие. Соответственно, вопрос этот к нынешней власти и непосредственно к правительству. С какой стати большая часть жителей нашего города, нашей области и вдруг остались без денег. Я же так понимаю, что это как в задачке школьной программы. Что если деньги откуда-то убывают, то есть их нет. Они где-то прибывают. Только у кого эти деньги шахтеров на самом деле. И вот как нынешнему главе Кировоградской облгосадминистрации Андрею Назаренко призывать в наш город и область хоть каких-то инвесторов. Если у нас тут Энергоатом, то деньги не платят и так далее шахтерам. Что делать? В Устиновке засветился несостоявшийся губернатор Кировоградщины Валерий Мищенко. Он сам по себе такой, знаете, олигарх местного уровня. Земли у него там много. И он решил изменить себе арендную ставку. То, что я прочитал, то, что я увидел в сети, он хочет 12%. A little bit. Но тут устиновские местные депутаты задались сами себе вопрос. И правильно, я так понимаю, задали этот вопрос. А почему 12% за аренду земли? Почему не 20%, не 120%, не 30%, не 50%? Вот почему именно 12%? Довольно правильный вопрос. Потому что, в конце концов, есть аукцион, который позволил бы громаде собрать максимум денег за аренду этой земли. Вот они перед несостоявшимся губернатором и высказали претензии. Ситуация, понятное дело, в развитии. Запасайтесь попкорном. Но представьте себе, если бы Мищенко таки стал губернатором Кировоградщины. Как вы думаете, как закончилась бы такая ситуация с землей в Устиновском районе? Александр Кияшко продолжает героическую перестройку центрального рынка в Александрии. Я уже говорил раньше, что для меня это реалити, шоу практически. Вот я слежу за этим реалити. Значит, весь процесс Кияшко называет засранством великих хозяйственников, намекая на Степана Цыпюка и компанию. Очередной репортаж Кияшко на посту директора центрального рынка. Вы его можете смотреть у него на Facebook странице или, если не ошибаюсь, Александрия онлайн. Значит, этот репортаж о состоянии холодильника в мясного павильона. Смотришь на это все и удивляешься, как это вообще работало? И что же ели александрийцы вот с этого рынка? Какое качество мяса? И вообще санитария там была? Или не было ее вообще? Но, кстати, Цепику это уже все по боку. Нынешний, так сказать, пенсионер с рейндж-ровером отдыхает по-крутому, как любой пенсионер в Александрии. Он может себе, например, позволить отдых в Буковеле. Ну, как Зеленский. Ну, почему бы и нет. Доверял и справам, доверяйте вид починку. И, думаю, Цапюк станет таким, знаете, первым селебрити за 60-го в Александрии. В дальнейшем, я так понимаю, новые успехи. Танцы на своей яхте где-нибудь возле Сицилии. Кто его знает. Может, он начнет танцевать с молодыми моделями, как люди делают в Ютубе. Вау, you can really dance. Почему нет? Это же обычный александрийский пенсионер. Кто такое себе не может позволить? Но, кстати, плюс бесспорный, это реклама Цапюком у себя в Инстаграме открывшегося в Александрии катка. Хоть там и не при Цапюке он открылся, но Степан Кириллович отрабатывает так, как будто он еще при власти. На самом деле катается супер. Теперь к рейтингам. Я поздравляю всех с тем, что на Кировоградщине самое любвеобильное пользователи интернета в Украине. Вечно только любовь. Оказывается, Google знает. Самое большое количество запросов по поводу Дня Святого Валентина в 2011, 2017, 2019 и 2020 годах именно в Кировоградской области. Что же происходит? Где тогда этот демографический взрыв, который должен произойти в связи с таким интересом к этому празднику влюбленных? Его нет. Кто не дорабатывает, я спрашиваю? У нас тут в стране аховая ситуация с демографией, так почему же Кировоградщине не стать любвеобильным центром Украины? Я еще с 90-х точно знаю, что на Кировоградщине самые красивые девушки в нашей стране. Но на эту прекрасную бочку меда есть, соответственно, своя ложка дегтя. Есть другой рейтинг среди айтишников, где эти самые айтишники наш город вообще ни во что не вставят. Кропивницкий в конце рейтинга удобства, комфорта для представителей айти сферы. Ну вот как так? Почему Ивано-Франковск, примерно такой же, как Кропивницкий, значит, впереди, а мы, значит, внизу этого рейтинга? Ну, давайте разберемся. Почему? Оказывается, инфраструктура нашего города для айтишников такая себе, потому что для них важно, чтобы в городе был, например, действующий аэропорт и желательно сообщением за границей. Вот есть такой в Кропивницком? Ну, возле автовокзала стоят самолеты, но куда они летают, непонятно. Ну, очень интересно, понимаете? И мало того, кстати, если уж такой вопрос поднялся, где плиты, которые были саворованы еще при Болоне, еще летом прошлого года, если не ошибаюсь? Что с ними? Как? Почему дело замялось? Я ничего не вижу в интернете, как там продвигается дальше И вообще аэропорт и развитие айти-сферы, это же прекрасный флаг для власти, причем для любой. Если бы в Кропивницком работал аэропорт, то это точно, ну, лучше любого 30-метрового флагштока за 5 миллионов гривен. А так, значит, у нас город айти-абсурда, кстати. У нас тут большая фабрика по майнингу, то есть добыча биткоинов на месте бывшего пешмаша, и самый нелюбимый город для айтишников. Бред. Хотя тут не до айти бывает, тут главное коммуналку заплатить с такими ценами за отопление. Хотя наши кировоградцы еще те кулибины. На Суспильном увидел удивительную историю. Наш соотечественник за полгода, просто удивительная цифра, заплатил 28 гривен за отопление 50 квадратных метров. Причем он не обманул никого. Вот это же лайфхак просто. Во-первых, это теплый пол, запомним. Во-вторых, местный кулибин построил свой собственный реактор и отопливает его всем, чем возможно. То есть это бумагой, дровами, как там написано, резиновыми сапогами. Ну почему бы и нет. Но я напоминаю, это в частном доме. Пожалуйста, не пытайтесь это сделать в квартире. Пока что. Другой лайфхак, это у него есть солнечная батарея. Я думаю, что с развитием технологий это будет повсеместно. Так что, поэтому хотите сэкономить, будьте в тренде развития новых технологий. И новые города могут появиться на Кировоградщине. Причем со старыми названиями. Но все равно это же круто. Первым городом, скорее всего, станет Голованевск. Еще один претендент Смолина. Но если для Голованевского вопрос практически решен, он довольно сам по себе большой, то для Смолина надо еще, как пишут источники, 600 жителей. Вот где их взять? Первое, это, конечно же, рабочие места. Вспоминая, что шахта Смолинская работает без зарплаты, я напомню, то это вряд ли. Ну и второе, это активно греться в день всех влюбленных, так сказать, что тоже еще тот вопрос. Но, дай бог, больше города в Кировоградской области это круто. Еще одна история о городах, это новый побратим город для Кропивницкого. Помните, в советской истории была такая традиция брататься с другими городами. Я помню точно, у Кировограда был болгарский такой побратим, Добрич, или раньше он назывался в советское время Толбухином. Вот, сейчас, я так понимаю, эти советские традиции вспомнились. И так, возможный побратим для Кропивницкого, это турецкий город Чорум. Он похож на наш город, народу там 220 тысяч ориентировочно, и он занимается, вернее, его промышленность ориентирована на сельское хозяйство. Кроме того, Чорум почти в центре Турции, и вот что жалко, тоже не близко от моря. А можно же как-то найти побратима типа Кемера или Белека в Турции. Тогда все нормально, Кропивницкий каждое лето, или каждую весну, или даже каждую зиму будет летать, я надеюсь, при наличии аэропорта именно в город побратим. И черт с ними даже чартерами. Я думаю, что же регулярные рейсы найдутся. И мои молитвы были частично услышаны. Полиция таки начала ловить местных, так сказать, виндизелей, любителей так называемого дрифта. То есть покрутить свои машины, нарушая все правила дорожного движения. Видео, кстати, прилагается. И одновременно с этим полиция ловит не только любителей поэкспериментировать со скоростью, но и ребят, которые, как у Нюк Красова, помните, отец слышит, пилит, а я отвожу. Так вот, целую фуру с древесиной полиция недавно остановила в спальном районе Кропивницкого. И мало того, что остановили, они еще сторожили ее несколько дней. И в пятницу вечером проезжал, смотрю, полицаи тормознули машину. Потом в субботу проезжал, стояла эта машина, и опять же с полицаей охраняли. Две машины было полицейских. Сегодня понедельник, еду на работу, опять полицейская машина, как я понимаю, охраняет всю ночь. Что-то такие секретные дрова. Когда мой выпуск уже готовился, появилась информация, что куда-то эту фуру все-таки оттянули. Я только могу предполагать, чем решилась ситуация, но знаю точно, что количество таких фур на Кировоградщине значительно больше того, что останавливает, так сказать, полиция. Вот даже ситуация по Нерубаевскому лесу, я знаю, что там рубили деревья чуть ли не в промышленных масштабах. Но у нас, сами понимаете, на Кировоградщине каждое дерево на счету. Итак, если вы видите фуру с бревнами, то это практически фура с золотом едет. И, конечно же, полиции стоит проверять каждую такую машину. Ну и в конце немного пофантазируем. Представьте, в Новоархангельском районе появится свой Акрополь. Ну, раз у нас с советских времен Кировоградщину называют Степовую Элладою, то вот вам даже свой храм. Возле села Небеловка раскопали остатки Трипольского храма еще в 2009 году. Британцы с нашими учеными этот город, почти целый город раскопали, город Трипольцев. Он существовал в начале 4-го тысячелетия до нашей эры. Так, чтобы было понятнее, в это время еще Стоунхенджа не было там в Британии. По еврейскому календарю, я так понимаю, даже мир еще не был сотворен. А Трипольский храм в Новоархангельском районе уже был. Так что, дорогие земляки, тут спорили недавно, ну как недавно, несколько десятилетий, что там центр Украины находится на Кировоградщине или на Черкащине. Вот пришло время спорить, что на Кировоградщине вообще человеческая цивилизация зародилась. И на этом все. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь и помните, что все изменяется на краще и, судя по цепику, даже финансовое положение александрийских пенсионеров. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok